Дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы. День. Люди. События. 1 сентября. Точка истории песняров началась в 1965 году, когда армейская служба в Краснознаменном Белорусском военном округе свела четверых музыкантов – Владимира Мулевина, Леонида Тышко, Владислава Месевича и Валерия Яшкина. Но днем рождения коллектива считается 1 сентября 1969 года, когда решением художественного совета Минской филармонии группы Леовоне, первоначальное название коллектива, получило право называться вокально-инструментальным ансамблем, который изначально позиционировался как фольклорный. Основу репертуара составляли обработанные белорусские народные песни. В традиционный гитарно-ударный состав были введены дудочка, цимбалы, лира, скрипка. Смело разрабатывая фольклорный элемент, ансамбль показал себя новатором жанра, возглавив целое направление, именуемое фольклорный бит, то есть народная песня с активизацией ритмической основы. Художественным руководителем ансамбля с момента его образования до своей смерти в 2003 году был Владимир Мулевин. С названием Леовоне группа просуществовала около года, до четырех международного конкурса артистов эстрады, проходившего в октябре 1970 года, когда группе посоветовали сменить название. Виа, теперь уже выступающий под вывеской Песняры, разделил на конкурсе второе место с певцом Левом Лещенко и грузинским ансамблем Диэла. В 1970 году Песняры побеждают на всесоюзном конкурсе песни в Москве и начинают гастролировать по Советскому Союзу. Их песни сразу же становятся узнаваемыми и любимыми, Кассию Ясканюшину, Бывается и Здоровы, Белая Русь и другие. В 1971 году молодому коллективу посвятили музыкальный кинофильм. С 1971 по 1975 год ансамбль участвует в различных конкурсах и фестивалях, сочиняет музыку для кино и театра. В 1976 году песняры едут в США, где канадские документалисты снимают фильм о гастролях коллектива. В этом же году компания Челумбе выпускает пластинку с их песнями. В 1979 году Владимир Мулевин становится народным артистом Белоруссии, в 1991 – народным артистом СССР. Песняры стали первыми обладателями золотого диска СССР, покорили сердца слушателей более чем в 56 странах, подарив миру замечательные песни. Ансамблем было поставлено два больших театрализованных произведения – рок-оперы, минус песни Адолий и Гусар. В настоящее время существует пять коллективов, исполняющих произведения из репертуара изначальных песняров, и название которых включает слово «песняры». Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.